На этих кадрах фильма «Секретный фарватер» режиссёра Вадима Костроменко советские катера под огнём противника высаживают десант прямо в порту занятого фашистами города. Этот штурм с моря принёс успех. Город был взят. Также 12 октября 1944 года проходила и реальная операция по штурму важнейшего немецкого порта в Заполярье – Лии-на-Хамари. Под покровом ночи советские десантники высадились с катеров на пристань и овладели городом. Успехом этой операции и своими жизнями тысячи советских воинов были обязаны отряду морского разведчика Виктора Леона. Накануне он с 80 бойцами захватил одну из артиллерийских батарей, прикрывавших гавань, которая до того считалась неприступной. За этот штурм лейтенант Леонов получил звание Героя Советского Союза. История Второй мировой знает немало подвигов, которые можно назвать фантастическими, невероятными. Но героев, которые совершили подобное, не единожды, не так уж много. Особое место среди них занимает легендарный моряк и разведчик Виктор Леонов. В мае 1945 года война для многих солдат не закончилась. Милитаристская Япония все еще сражалась. Старший лейтенант Леонов с передовым отрядом из 180 человек ворвался в город Сейсин в Северной Корее и, взяв под контроль мосты между районами, заблокировал японский гарнизон. Шесть тысяч японских солдат, испугавшись окружения, ринулись на прорыв. Однако в месте предполагаемого прорыва их поджидал Леонов со своим отрядом. Двое суток японцы пытались прорваться, но безуспешно. А затем подошли основные силы советских войск и вынудили самураев сдаться. Начальник японского гарнизона, узнав, сколько советских бойцов сдержало натиск его подчиненных, был ошеломлен. Он считал, им противостояло целое войско. И за этот подвиг Виктор Леонов стал дважды героем Советского Союза. Какими же невероятными способностями обладал этот человек, ставший легендой еще при жизни? Сколько в этой русской морской песне и горечи, и мужества. Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. На этих кадрах хроники моряки с винтовками в руках бросаются в атаку, там, где не хватает наземных сил. Именно такая ситуация складывалась под Мурманском в начале войны. На севере, в отличие от многих других мест, советские войска не были застигнуты нападением немцев врасплох. Начиная с 14 июня 1941 года, дивизии из состава 14-й армии по приказу командующего Ленинградским военным округом Попова были выдвинуты к государственной границе. Однако сдержать такими силами натиск мощной немецкой группировки Лапландия не представлялось возможным. Главную ударную силу Лапландии составляли горные егеря. За год до этого в течение нескольких недель захватившие всю Норвегию. Немцы даже не ждали сопротивления, полагая, что Красная армия пожертвует Мурманском ради главных советских городов. Немцы считали, что мы будем вынуждены снять войска с Северного фронта, бросить их под Ленинград и под Москву, потому что там будет самое... Оголим этот фланг. Да, у них было такое эйфорие сначала. Они писали, что в Норвегии мы там за пару недель пробежали по одной дороге, видели перед собой только уходящего противника. Он постареливался, иногда устраивал засады. И почему под Мурманском должно было быть по-другому? На полном серьезе планировали через три дня быть в Мурманске. Но фашисты просчитались. Войска из Заполярья не отозвали. Командующий Северным флотом Головко понял, если на суше 14-я армия Северного фронта не выстоит, дни флота будут сочтены. Вице-адмирал снял с кораблей береговых баз всех, кого можно, и сформировал части морской пехоты. Сняли все стрелковое оружие со всех кораблей, оставив пистолеты только у командиров кораблей. Сняли даже пулеметы с неисправных самолетов, с неисправных лодок. Я не знаю, без этого удалось бы остановить немцев. Виктор Леонов оказался одним из тех моряков, кому пришлось сменить матросскую робу на рабочую спецовку. Служить в ремонтной мастерской, когда родине угрожает враг, молодому моряку казалось недостойным. Он рвался на передовую. Когда узнал о наборе спортсменов в отряд морских разведчиков для действий в тылу врага, решил, должен попасть именно туда. Однако его рапорты о переводе оставались без ответа. В очередной раз, когда в часть прибыл член военного совета фронта Николаев, чтобы объявить, кого переведут воевать на сушу, Виктор не услышал своей фамилии в списке. И тогда он задал вопрос. Товарищ член военного совета, почему меня нет в этом списке? Николаев спросил, а что вы умеете? Что вы можете делать? За него быстро ответил Семен Агафонов. Он и лыжник, и спортсмен. Он и окончил школу снайперов. Николаев посмотрел, помолчал, ждите. И через некоторое время его рапорт был удовлетворен. Виктор был взволнован, и на новое место службы, по морской традиции, явился в начищенных до блеска сапогах и выглаженной форме. Но его заставили переодеться, выдали куда менее приметный наряд. Так Леонов понял, что попал в подразделение, которому предстояло решать особые задачи, когда привлекать внимание ни к чему. Он служил в 181-м разведряте штаба Северного флота. То есть это разведчики, которые выполняли задания командования флота. И, в общем-то, они добывали информацию, которая попадала на стол первым лицам. Они проводили операции не только в ближнем тылу, например, на Рыбачьем или на Пикшуеве, на Могильном. Они ходили в глубокий тыл и забрасывали на побережье, на Норвежское. Леонов быстро привык к стремительным и дерзким операциям в тылу врага. В течение суток после бесшумной ночной высадки на берегу отряд выходил в заданный сектор, собирал информацию, устраивал диверсию или захватывал языков и возвращался на катер. Вскоре Виктор Леонов уже был известен благодаря сноровке, смелости и сообразительности. Ему присвоили звание старшины первой статьи и поручали командовать группой во время боевых действий. Рост людей, отсев в этом отряде, и их профессиональный рост, рост навыков, он происходил довольно быстро, потому что эти люди постоянно занимались боевой работой, чего, конечно, были лишены или таких задач не стояло перед теми, кто сел в оккупах. Весной 1942 года от морских разведчиков потребовалось выполнить несвойственную задачу. Как можно сильнее пошуметь, чтобы привлечь к себе внимание противника? Операция, в которой участвовала 12-я бригада морской пехоты, в которой участвовал отдельный лыжный батальон, в котором участвовал 125-й стрелковый полк. То есть в тыл к немцам было десантировано более 8 тысяч человек. Задача была выйти и перерезать дорогу, которая шла от Титовки до Западной лица. Эта бригада должна была решить задачу. Но при этом надо было иметь в виду, что в тылу у них сбоку, с фланга, оставались довольно мощные немецкие опорные пункты. Абергов, Пикшуев. Так вот, задача Львонова была обезопасить фланг бригады. Для чего? Для того, чтобы сорвать летнее наступление фашистов на Мурманск. И вот чтобы опередить гитлеровцев, сорвать этот план их, командование 14-й армии и командование Северного флота вот решили провести такую пикшуевскую операцию. Перед отрядом разведчиков была поставлена задача захватить и удержать высоту 415, потому что с вершины высоты 415 хорошо просматривалась дорога от Западной лица и затем на мыс Мешуков. Вот эти две важных дороги имели огромное значение для противника. Десантировались с моря на этот раз специально громко. Боевое охранение немцев заметило разведчиков еще на подходе к берегу и открыло огонь из оружия. Катера поливали береговые позиции из пушек и пулеметов, а бойцы отряда открыто бросились на врага и, прорвав оборону, ушли вглубь от берега. Задача по привлечению внимания была выполнена. Немецкие егеря бросились преследовать отвлекающий десант. Разведчики, добравшись до места, одновременной ложной атакой в лоб и скрытной с тыла за несколько минут сбросили немцев с господствующей высоты. Теперь предстояла самая сложная задача – удерживать позицию. Днем шли бои. Разведчикам приходилось перебегать с места на место, менять позицию, чтобы ряд за рядом быстрее продвигаться к вершине этой высоты. Воды не было. Шоколад кончился. Во-первых, надо отметить, они брали минимум продуктов питания. Главное – боеприпас для разведчиков. Шоколад кончился. Сухой паек заканчивался. Один на всех остался в шестые сутки. То место, куда они высаживались, где Леонов обеспечивал фланг, правый фланг, там не растут деревья. Там березки ниже грибов. То есть березка лежит на земле. То есть нет другого цвета, кроме белого. И вот эта белизна – один, два, три человек находятся, кроме белого. Тем более, когда солнце светит, люди стали слепнуть. Это вообще жутко. Я вот когда работал в архиве, читаешь донесения Политрукова, и вот он пишет, там от роты осталось 20 человек в живых всего. Из 20 половина слепые. Из 20 все обмороженные. Но верные присяги, значит, свероморцы, тем не менее, атакуют и идут в атаку. Леонову, как одному из самых опытных, поставили задачу выйти из окружения и доставить сообщение командиру основной группы, от чьих действий и отвлекали внимание разведчики. Под покровом ночи Виктор с двумя бойцами незаметно проскользнул через позиции егерей, окруживших высоту, и у самой цели едва не попал под огонь своих. Часовых батальона морской пехоты ввела в заблуждение неуставная форма разведчиков – меховые куртки и лыжные матерчатые шапочки с козырьком. Доложив обстановку, Леонов получил задание передать приказ продержаться еще одни сутки. Также под покровом темноты разведчик вернулся к отряду. И когда уже наступили шестые сутки, шел бой, и Виктор Леонов обратил внимание, что, странно, вечером не было никаких холмиков, и вдруг позади их какие-то холмики образовались. И один из морских пехотинцев поднялся и упал. Оказалось, ночью немецкие егеря подобрались ближе и замаскировали несколько позиций автоматчиков и пулеметчиков, накрыв их плащ-палатками и камнями. Виктор заметил, что огонь из этого одного холмика. Он решил тоже проверить. Резко поднялся в полный рост и на долю секунды потерял создание. Он даже не понял, почему он. Оказывается, пуля егеря попала в него, пробила щеку, и вот конец пули во рту, наружная часть над щекой. Леонову забинтовали всю голову, так и не вытащив пулю из щеки. Для этого не было условий. Оставили только дырки для глаз и рта. В таком виде Леонову предстояло вновь проскользнуть мимо окружавших отряд егерей и добраться до места встречи с санитарным катером. Прошмыгнуть под носом у немцев Леонову удалось, а вот попасть на катер нет. Опять сыграл злую шутку внешний вид. Командир катера, издалека увидев Виктора, решил, что это егерь заманивает его в засаду. Лишь следующий катер принял на борт раненого разведчика. Товарищи смогли вернуться через несколько суток, когда операция успешно закончилась. Вскоре 181-й разведотряд получил приказ совместно с силами морской пехоты провести штурм хорошо укрепленных немецких позиций на мысе Могильной. У суеверных моряков само название этого места вызывало дурные предчувствия. К сожалению, оно не обмануло. Они должны были высадиться по темноте, прийти в одну точку, соединиться и вместе атаковать. Получилось так, что разведчики Леона в эту точку пришли, а разведчики, морские пехотинцы, они поотстали. В общем-то, встретиться им не удалось, и единого боя, единой задачи не получилось. И даже более того, не то, что не получилось, а при отходе этой группы к побережью, они попали в засаду, в огневой мешок. И те, кто спустились в лощину, подходя к берегу, они попали под перекрестный огонь. Услышав, как немцы подали сигнал тревоги, две группы разведчиков, одну из которых впереди основных сил вел Леонов, поняли, дорога у них только вперед, в атаку. Отчаянным и дерзким рывком захватили первую линию обороны мыса, но обернувшись назад, поняли, что позади нет морских пехотинцев. Со скалы спустившись, там такая обширная плата до берега, и просто, когда они вышли на эту плату, их, те, кто остались живы, начали расстреливать, как в тире. Вот это, в общем-то, и было. Не то, что ошибка, это просто нельзя было предугадать. Две группы разведчиков, 23 человека, оказались отрезаны от основных сил и окружены. До спасительного берега было еще несколько километров пути, а вокруг сотни немцев, у которых безграничный боезапас, артиллерия и самолеты. Почти час негеря штурмовали окруженный отряд. Вдруг наступила тишина, разведчики насторожились, и тут их начали бомбить с воздуха. Укрыться было практически негде, прятались от осколков за валунами, которые от взрывов один за другим превращались в пыль. Гул моторов еще не утих, как вновь застрочили автоматные очереди, послышались крики «Рус, сдавайся!» Леонов знаками дал команду подпустить ближе. Когда отчетливо стали слышны шаги в наступающих немцев, полетели гранаты. Воспользовавшись минутной паникой, среди врагов Леонов скомандовал прорваться. С болью в груди он увидел, как ценой собственной жизни раненый товарищ забросил связку гранат в пулеметный ДОТ. Это было последнее препятствие на пути к берегу. Разведчикам удалось прорвать окружение и замаскироваться в прибрежной растительности. Из 23-х в живых осталось только 8. Леонов вывел из-за подни всех, кого было возможно. Под покровом ночи катер забрал разведчиков, которых на базе уже считали погибшими. Бойцы передовых отрядов, живые и мертвые, получили ордена и медали. 3 октября 1942 года Леонову одновременно с вручением ордена Красной Звезды было присвоено офицерское звание «младший лейтенант». Он стал замполитом 181-го разведотряда. К тому моменту Виктор уже был ходячей энциклопедией приемов подготовки и проведения боевых операций. От бойцов он требовал особого внимания к деталям. Как вот рассказал Леонову, вот мы получаем форму. Все, ее можно либо на свалку сразу выкидывать, потому что она, говорит, не подходит вообще. Поэтому каждый боец, когда получил телогрейку, когда получил эти штаны и прочие, ремни и прочее, он садится, берет иголку, нитку и начинает, все обрезает к черту и начинает кроить по-новому. Ну, допустим, у одного длиннее руки, значит, карманы должны быть ниже. Он каждый делает под себя. Все подгоняется четко, до самой мелочевочки, все подгоняется под себя. Но и сам Леонов продолжал учиться. Например, Виктор освоил очень действенный прием прославленного разведчика Александра Юневича, который позволил значительно упростить захват языков и обезвреживание часовых. Я с удивлением узнал о том, что разведчики, взрослые парни, которые могли пальчиком убить, с челчком убить человека, они в кармане носили рогатки. Были еще шарики, и когда надо снять часового, незаметно, в принципе, с рогаточки так спокойненько в глазик ему стрельнешь, а шарик, он больно, он вообще довольно лев, даже в лоб, если шарик попадет с хорошей рогатки, а тот человек на какое-то время теряется все, и дальше бери его голыми руками. Посвятив в особенности этого приема командование Северного флота, разведчики добились особого распоряжения. Все военнослужащие должны были собирать для разведки импровизированные боеприпасы. Я четко знаю, что когда на рыбачий или где-то в сопке падал сбитый немецкий самолет, то было приказано подшипники снимать и шарики отдавать разведчикам. Зона действий отряда разведчиков расширялась. Теперь они постоянно наносили визиты на норвежские берега. Это была зима 1943-44 годов. Советское командование готовилось перейти к ликвидации основных баз противника в Северных водах. Как-то раз отряду под командованием нового недавно прибывшего офицера поставили задачу срочно добыть языка. Но за всю ночь разведчики не повстречали вообще ни одного немца. Тогда командовать 181-м разведотрядом назначили Леонова. Покорпев над картами Виктор составил план. В предыдущий раз катера делали большой крюк, огибая зону видимости маяка на вражеском берегу. Леонов же решил поближе познакомиться с осмотрителем. Взяв с собой всего пару бойцов, Леонов незаметно подобрался к маяку и через 15 минут вернулся на катер уже с осмотрителем на плечах. Информация от пленного оказалась невероятно важной. Он знал расписание движения немецких автоколонн. Следующей ночью отряд вышел к дороге уже в полном составе. Когда на расставленных разведчиками минах подорвались головные машины, егеря выскочили с ужасом задрав головы к небу, думали бомбежка. Засады так глубоко у себя в тылу они попросту не ждали. Бой оказался скоротечным, добыча ценной. Разведчики Леонова забрали с собой документы из штабной машины трехпленных и отчалили от норвежского берега до того, как в штабе противника узнали о случившемся. Это был грандиозный успех нового командира. Вскоре в ночь на 23 февраля 1943 года Леонов провел невероятно дерзкую операцию. Замысел казался безумным, но Виктор нашел единомышленника, будущего дважды героя Советского Союза Александра Шабалина, лучшего из командиров катеров на Северном флоте. Отряд выполнял задачи и в глубоком тылу это Норвегия, то есть берег неразведанный, катер не может при ясном солнце подходить, он будет обнаружен. Естественно, подходили в условиях ночи, пурги и так далее. Сойти на берег в таких условиях в наших краях не так просто. Поэтому требовалось огромное мастерство и от катеристов, и от разведчиков. Командир катера Шабалин взялся провести разведчиков прямо под носом у береговой охраны, а от Леонова требовалось выполнить свою задачу без единого выстрела и не поднять тревоги. Ночью прямо посреди фарватера на малом ходу, не заглушив двигатели и оставив без ответа световые сигналы с берега, катер вошел в гавань. Немцам даже в голову не приходило, что их противник способен на такую дерзость. Они решили, что это немецкий борт, а экипаж игнорирует световые сигналы из-за усталости после похода. Едва причалив к берегу советские разведчики на особо охраняемой базе без шума захватили языков в качестве подарка к годовщине Красной Армии и спокойно ушли. Немецкая береговая охрана только на следующий день поняла, что произошло. Леонов чувствовал себя должником Шабалина, но осенью 1944 года разведчику удалось вернуть свой долг. Случилось это в ходе решающей битвы Северного флота за освобождение Заполярья. Катерам Северного флота требовалось прорваться в важнейший немецкий порт Ли-Нахамари и высадить десант на его причалы. Провести первую группу катеров через бухту командующий Северным флотом адмирал Головко поручил Александру Шабалину. Подход к порту это узкий фьорд, который немцы прозвали коридором смерти, потому что там были установлены береговые батареи калибром от 210 миллиметров и до мелкозенитных 37-20 гнезд, торпедные батареи в скалах. В общем-то, он считался непроходимым для крупных кораблей, допустим, войсковых транспортов, эсминцев, крейсеров, так и для мелких. Основным ключом калибром на Хамаре был, естественно, маз-крестовый, на котором было установлено две батареи немецкие 150 и 88 миллиметров. Эти батареи должны были замолчать. Для этого за три дня до начала операции Шабалин высадил группу десантников невдалеке от мыса Крестовой. Одним из ударных отрядов разведчиков командовал Виктор Леонов. Ему предстояло ликвидировать главную угрозу для советских судов, которые будут прорываться к пристани Линна-Хамаре. Крестовый это просто узкий створ Печенского залива. Он находится в корне залива перед его поворотом и простреливается полностью. На нем стояли 450-миллиметровые орудия. То есть Крестовый это был как еж тыкомой артиллерии и все стволы они смотрели в одну сторону в сторону залива. И любой кто бы двигался по этому заливу там увернуться нельзя. Потому что по бокам скалистые берега нужно было идти на орудия которые стреляли тебе в лоб. Для подготовки разведчики передислоцировались на мыс Рыбачий поближе к зоне предстоящих боевых действий. К тому же рельеф был схож с рельефом мыса Крестовой куда предстояло десантироваться. Во главе сводного отряда Северного оборонительного района Северного флота капитан Барченко Емельянов. Но он прекрасно понимал высокий уровень подготовки диверсантов Леонова и попросил Виктора помочь остальным. Там у них в запасе была где-то неделя. Первое, что попросил Барченко у Леонова говорит, Виктор, я тебя очень прошу подтяни моих бойцов. Потому что совершенно разные подготовки люди. А идти ночью идти по скалам там вообще там черт ногу сломает. Как они прошли это одному Богу известно. Так вот всю неделю Леонов занимался этими артиллеристами, медиками, которые ползать не умели. Виктор Николаевич и его бойцы вот эти 50 человек они более-менее сплотили этот отряд. В ночь на 10 октября 1944 года разведчики Леонова высадились на мысе Крестовой. Теперь им предстояло обогнуть с тыла немецкие позиции по болотам, тундре, через холмы и отвесные скалы, где повсюду дозорные патрули, ловушки и мины. Надо сказать, что это далеко не самое простое. Бойцы 181-го отряда шли осенью, шли в жутких условиях природных, потому что была поздняя осень, естественно, им приходилось идти скрытно, то есть по ночам они не могли передвигаться днем. И вот эти 30 километров давались им нелегко, они дошли за три дня. Выпал мокрый снег, разведчик Гугуев в темноте задел заколючую проволоку. А к этому времени уже сигнальная система у фашистов была усовершенствована. Через небольшие расстояния были поставлены сигналы, и вот когда Гугуев задел эту сеть, освещено было как днем, и все разведчики, весь отряд был обнаружен, весь отряд. И, конечно же, огневые точки противника начали стрелять по нашим разведчикам. Разведчики оказались под огнем, от противника их отделяли небольшие укрытия и непрерывная полоса колючей проволоки. Преграда, которую в обычных условиях разведчики преодолевали за минуту, но под огнем... Казалось бы, положение отряда безвыходное и самый высокий, рост 190 сантиметров, богатырь Иван Николаевич Лысенко, он поднимает тяжелую танго-треногу с колючей проволокой, обозуется проход свободный и быстрее братва, быстрее братва, и вот огневые точки ведут по нему огонь. Он уже не может держать в полный рост, он уже на колени склонился. Виктор Леонов и говорит, держись, держись, Иван, еще немного осталось. И когда последний разведчик проскочил, Иван Николаевич упал, и потом уже после боя насчитали 21 рана на его теле. Леонов вновь пережил ощущения, которые испытал в окружении на Могильном. Ценой своей жизни на его глазах товарищ спас всех. На этот раз Леонову представилась возможность сразу отомстить за героя, а для этого командир должен был подавить вскипевшую ярость и взять бой под контроль. его воспоминания в резерве. У него было несколько бойцов в отделении по всей имости. И я не могу сориентироваться, куда помощь нужна, потому что там рукопашка, там стреляют. И я решил подняться на сопочку и посмотреть, куда резерв кинуть. Леонов двинулся к цели ползком. И вдруг Внезапно перед глазами Леонова появилась пара немецких ботинок с подковами. Виктор поднял глаза и увидел офицера с автоматом в руках. Рядом стояли два автоматчика, улыбаясь. В голове пронеслось «Эх ты, герой североморец! На четвереньках перед этими фрицами!» Виктор ждал пули, но немцы, которым редко удавалось пленить разведчика, хотели взять его живым. Офицер скомандовал «Хэнде хох!» Леонов встал, поднял руки и, сделав шаг к врагам, словно оступился на скользком камне. Немцы не успели опомниться. Ножи из рукавов разведчика выпали ему прямо в ладони и спустя мгновение по рукоятку вонзились в автоматчиков. Немецкий офицер пытался схватиться за автомат, но Виктор крепко сжал фашиста и скатился на нем вниз по сопке, словно на санках. Это был первый пленный, взятый в операции на мысе Крестовой. Немецкая зенитная батарея была хорошо укреплена, а ее гарнизон по численности превосходил отряд разведчиков. Но в ближнем бою хозяева позиции не могли сравниться с диверсантами Леонова. Орудие за орудием первая батарея была взята. Но к немцам спешило подкрепление со стороны моря десант егерей на катерах. Отряд Леонова сумел сломать хребет зенитной батареи, которая там стояла. Кроме того, когда они взяли батарею, она была боеспособна, снарядов было полно, вот значит, пригодились вот те артиллеристы, которых он таскал, которые заставлял ползать и прочее, прочее. Командовал ими сержант Розенфельд. Так вот, когда взяли батарею, Виктор Николаевич организовал еще и привел ее в боевое состояние, вот, и они из этой немецкой батареи открыли огонь по немцам. Гарнизон мыса Крестовой сдался немецкий. Орудия были восстановлены и был открыт артиллерийский огонь по пытающимся высадиться немецким десантникам на лодках. А в этот момент торпедные катера уже из Пуманки вышли, зная, что даже в тот момент, когда шел бой на мысе Крестовом, непосредственно свое основное предназначение, то есть атака кораблей, заходящих в Валинахамаре, батарея уже не выполнена. К исходу 14 октября 1944 года тщательно спланированный и идеально исполненный штурм разбил все надежды немцев на эффективную оборону. Война Леонова на севере вскоре завершилась. Больше 50 походов и операций провел разведчик в Заполярье. 5 ноября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу врага и проявленные при этом мужество и героизм уже старшему лейтенанту Виктору Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза. А в августе 1945 его и всех подчиненных перевели в 140-й отдельный разведывательный отряд штаба Тихоокеанского флота. Закончив войну против нацистской Германии Советский Союз в соответствии с международными обязательствами должен был вступить в схватку с милитаристской Японии. Ее главную силу составляла Квантунская армия. Примерно 930 тысяч солдат на оккупированных территориях Китая, Кореи и Монголии. Особенность Дальневосточного театра военных действий это огромные расстояния. И по существу классических КАН с соединением и окружением они были трудно реализуемы. И задача заключалась в том, чтобы обойти по бездорожью и по трудной местности логичное направление, которое японцы будут защищать. Чтобы добиться успеха требовалось расчленить без малого миллионную армию японцев. А потому удары наносились с нескольких сторон. На суше действовали Забайкальский, а также Первый и Второй Дальневосточные фронты с моря силы Тихоокеанского флота. Одним из самых ожесточенных для моряков стал бой за корейский город Сейсин. Командованием флота было решено после артобстрела с моря высадить небольшой десант, который затем наращивать. Однако не все замыслы удалось и реализовать. В итоге 180 разведчиков под командованием Виктора Леонова двое суток сражались без всякого подкрепления против шеститысячного японского гарнизона. Японцы пытались прорваться к кораблям, на которых можно было эвакуироваться по двум мостам через реку и через портовый квартал. Леонову пришлось разделить отряд, чтобы перекрыть мосты пулеметами и вести городские бои. Наконец прибывшие батальоны советской морской пехоты смогли вынудить осажденный гарнизон сдаться. Это было одно из самых драматичных сражений, но не последнее. При взятии города Ван Сан, где засели десять тысяч, более даже десяти тысяч японских солдат и офицеров. Но вроде бы уже и подписан договор о капитулировании, но они и не стреляют, бой не ведут, и не соглашаются капитулировать. И тогда 140 разведчиков под командой Виктора Леонова внезапно высадились на аэродроме. 140 человек. Значит, десятерых из них вместе с Виктором Леоновым привели японскому генералу командиру, который командовал этой аэродромной частью. Кабинет привели. Командир гарнизона заявил, вся советская делегация объявляется заложниками. Леонов молча подал знак своим бойцам. И тогда быстро Андрей Пшеничных закрыл двери на ключ. Герой Советского Союза Дмитрий Соколов встал за спиной генерала. Семен Агафонов в руки взял противотанковую гранату, но лепонцы не знали, что она без запала. С одной руки на другую стал перебрасывать. Иван Гузненков подошел к окну и говорит, ребята, здесь невысоко. И затем мастер спорта разведчик Аляшев одной рукой поднял стул Андреем Пшеничным и поставил на стул напротив японского генерала, командира этой части. У того по лицу потек пот и подписал о капитуляции. 14 сентября 1945 года Виктор Леонов был удостоен звания дважды Героя Советского Союза. После войны он продолжил службу на флоте и в 1956 году в звании капитана второго ранга ушел в запас. Сейчас на Северном флоте имя Виктора Леонова носит средний разведывательный корабль ССВ 175. В отряд разведчиков Виктор Леонов пришел со своим другом Александром Сенчуком. Они вместе переживали, когда их отправили с подводной лодки в мастерскую, засыпали начальство рапортами о переводе в разведку и радовались, когда попали в 181-й разведотряд. Но в первом же походе Сенчук погиб, отвлекая на себя огонь неприятеля. Это был первый убитый, которого увидел Леонов и первый отнятый у него войной товарищ. Справиться с потерей помогла лишь гордость за то, что друг погиб настоящим героем. Леонов дал себе обещание лучше умереть в бою, чем от стыда не иметь сил посмотреть в глаза товарищам. С этим принципом он прошел всю войну, порой от смерти на расстоянии длины ножа. Ведь только так становятся легенды.